ПОСЛАНИЕ ЦААБСОЛЮТА 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ФЕНОМЕН ВРЕМЕНИ Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о феномене времени, энергии которого меняют свои параметры, в зависимости от того, с какими вибрациями ей приходится взаимодействовать. Поскольку пока вы продолжаете жить в мире третьего измерения, вам волей-неволей приходится приспосабливаться к его условиям, дабы сохранить некий баланс между материальной стороной своей жизни и ее духовной составляющей. Перекос в ту или иную сторону неизменно ведет к энергетическому дисбалансу, что сказывается уже на всех аспектах вашего бытия, материальном благополучии, взаимоотношениях с людьми, на вашей самооценке и вере в свои возможности. Сейчас вас можно сравнить с канатоходцами, которым нужно во что бы то ни стало пройти по канату, разделяющему дуальный мир и мир пятого измерения. Если вы упадете назад в материальный мир, то сведете на нет все свои духовные наработки и лишите себя возможности перейти вместе с Землей в новое энергетическое пространство. Если же вы искусственно поместите себя в башне слоновой кости, полностью отгородившись от пока еще существующей вокруг вас действительности, то не доберете столь необходимого вам дуального опыта и не сумеете помочь тем, кто же стоит на пороге Вознесения, но кому нужно протянуть руку помощи, чтобы и они сумели сделать этот последний шаг. И вот что я вам предлагаю. Попробуйте представить свою нынешнюю жизнь многослойной, подобно тому, как многослойна ваша собственная энергетическая конструкция, состоящая из физического тела и шести тонких тел. Все эти слои имеют различные временные параметры. Чем выше слой, тем разреженнее энергия времени. Для удобства вы можете представлять себе 7 слоев, по аналогии со своей тонкоматериальной структурой. Вы сами существуете одновременно во всех этих слоях, свободно перемещаясь в них по своему желанию. Так, спускаясь в самый нижний материальный слой своей жизни для выполнения необходимой на данный момент работы, вы окунаетесь в линейное время, при этом сознательно проживая каждый миг и напитывая его энергиями высших слоев своего существования, в которых вы продолжаете находиться своим сознанием. Таким образом, вы соединяете духовную и материальную стороны своей жизни, не обделяясь своим вниманием ни ту, ни другую. Когда же вы доходите время для творческой работы, той, в которую вы уже погружаетесь головой, забывая обо всем на свете, вы оказываетесь на верхнем этаже тонкоматериальной конструкции своей жизни и время растворяется в ваших высоких вибрациях. Попробуйте, родные мои, провести подобный эксперимент, и вы увидите, что это вполне возможно. Постепенно вы научитесь плавать между временными слоями в зависимости от ваших нынешних потребностей. И в любых обстоятельствах вы будете чувствовать себя вполне комфортно, поскольку своим сознанием вы останетесь на самом верху, а значит, не будете включаться в водоворот страстей трехмерного мира, таким образом сохраняя свои высокие вибрации.